привет в этом видео я расскажу как сделать красивый дизайн текста с помощью сетки перспективы у нас получится красивый текст который будет иметь форму многоэтажных зданий небоскребов и немного ознакомимся с самой сеткой перспективы обязательно посмотри видео до конца подпишись на канал поставь лайк займет у тебя это 5 секунд а для канала это очень большая поддержка в развитии для начала мне понадобится текст который я буду использовать использовать я буду так называемый рыбный текст то есть текст шаблон который используется часто дизайнерами в своих макетах беру инструмент текст создаю поле с текстом иллюстратор уже вставил свой шаблонный текст но я буду использовать другой который копировал с интернета нажимаю control в вот он тот текст который копировал теперь мне нужно включить сетку перспективы она у меня находится на панели инструментов вот как выглядит значок нажимаем на нее и она появляется также можно включить с помощью комбинации клавиши fp сетка включена и что мы здесь видим саму сетку под курсором появился черный куб и слева у нас появился виджет что это такое он нам нужен для того чтобы использовать стороны с которыми будем работать то есть мы видим здесь нарисован куб и активная синяя страна то есть активно сейчас левая страна сетки перспективы если захочу работать с правой оранжевой стороной мне нужно на кубе нажать правую сторону готова теперь я смогу работать с этой страной также я смогу работать с нижней активирую нижнюю сторону этот виджет можно убирать добавлять либо менять его местоположение нажимаем два раза на инструмент сетка перспективы появляется окно здесь есть показать виджет активной плоскости стоит галочка то есть он показан нам если мы уберем он уберется ставим показать и положение виджета слева вверху слева внизу справа вверху и справа внизу может быть такая ситуация что он находится справа вверху нажимаем его нет где он он находится справа вверху но он находится под панелью моих инструментов подвинем слои и мы видим где он находится возможно будет такое то есть для того чтобы легко его было найти нажимаем на инструмент сетка перспективы и здесь выбираем где мы хотим его увидеть в данный момент мне удобно чтобы он был слева вверху готова и теперь давайте приступать к тому что мы задумали моя цель сделать три здания которые будут состоять из текста для этого мне нужно сделать плоскость на сетке перспективы я выбираю нижний манипулятор митину его вверх делаю вот такую плоскость чтобы не было легче ориентироваться дальше текст уже сделать так чтобы текст был ровненько по краям у нас стоял захожу в образец и ставлю вот такой параметр готова и приступаем к тому что будем накладывать текст на перспективу беру инструмент выделения ставлю текст в удобную позицию и копирую его этот текст я оставлю для того чтобы создавать из него копия уменьшаю поле с текстом до тех размеров какой я хочу видеть в итоге результат это будет невысокое здание но она будет широкая поэтому делаем низким да даже сделаем его квадратом теперь уменьшим текст сделаем еще одну копию показана сетка но мы с ней пока не можем работать потому что ее снова надо нам выбрать активировать или же мы нажимаем на инструмент сетка перспективы или нажимаем shift п сейчас активно нижняя сторона ставим на левую сторону на синюю зажимаем control левой кнопкой мыши и тянем текст на свое место туда куда нам нужно его поставить вот так также делаем с другой стороной теперь выбираем правую сторону оранжевую видим то что когда мы наводим курсор на текст ничего не происходит нажимаем control левой кнопкой мыши и перетаскиваем на правую сторону вот так теперь поправим немножко текст подвинем поближе отлично теперь сделаем подложку под текстом для того чтобы в случае разного дизайна мы могли менять цвет берем инструмент прямоугольник активно у нас левая часть синяя находим место откуда мы будем рисовать прямоугольник и тянем мышку влево видим как у наш прямоугольник рисуется сам уже по сетке перспективы теперь нужно сделать правой стороны под этим текстом выбираем правую часть и также рисуем справа отлично так немножко поправим левый прямоугольник все теперь заходим в слои выбираем оба прямоугольника и группируем его чтобы потом нам легче было с них разобраться теперь поменяем цвет сделаем его белым и перетащим в самый низ чтобы нам было видно текст теперь мы все это дело выделяем и группируем все первое здание готово мы его перетаскиваем влево появляется вот такое окно которым говорится для того чтобы работать дальше необходимо все это разобрать подтверждаем оставляем так как есть и теперь работаем следующим зданием она будет у нас высоким и узким подготавливаем наш текст копируем делаем блок с текстом узким и высоким изменим размер сделаем еще одну копию сделаем их немножко поменьше по высоте теперь выбираем сетку перспективы видим активную нас правая оранжевая сторона зажимаем control теперь мы можем выбрать текст зажимаем левой кнопкой мыши и тянем перетягиваем наш текст на сетку перспективы готово теперь работаем со второй стороной переключаем виджете на синий цвет на левый и также перетаскиваем на левую сторону немножко вы подправим отлично также сделаем подложку под текстом выбираем инструмент прямоугольник и рисуем прямоугольник за текстом один меняем сторону и рисуем второй выделяем оба прямоугольника меняем цвет группируем и перетаскиваем по слоям самый низ выделяем все группируем и убираем сторону подтверждаем следующий нарисуем еще один небольшой домик берем наш текст одну сторону мы сделаем длинную а другую покороче выставляем размеры каким мы хотим видеть наше здание одна сторона будет такая и вторая будет хуже вот так дальше выбираем сетку перспективы сжимаем control и тянем текст теперь вторая сторона выбираем синюю сторону левую и тянем уже влево поправляем текст и рисуем прямоугольники выбираем сетку перспективы переключаем на правую сторону опять берем прямоугольник и рисуем уже с правой стороны отлично выбираем оба прямоугольника меняем его на белый цвет группируем переносим по слоям вниз ниже текста оба выделяем группируем и третье здание готово теперь убираем сетку перспективы как ее убрать если она вот так вот у тебя здесь показано но не выделена неактивно то убрать ты ее не сможешь то есть тебе нужно ее опять выделить вот она активировалась и на виджете у тебя есть белый крестик на него наводишь появляется такая рука нажимаешь все сетка выключилась закрылась и дальше мы уже начинаем работать с нашими зданиями с текстом правое здание у нас находится за среднем нам нужно поставить вперед поэтому мы передвинем в слоях его чуть выше вот так отлично выровняем все здания и средний я думаю поднимем повыше чтобы левое было за средним а правое перед ним вот так и в принципе можно оставить так либо поменять сами цвета зданий открываем в слоях все наши три группы также открываем слои с нашими стенами выбираем правые стенки и делаем их чуть чуть темнее вот так ну вот и все получилось достаточно интересно креативно пробуй повторяй учись не забудь подписаться на канал проставить лайкосы на всех видео написать комментарии просмотреть все остальные видео и нажать колокольчик для того чтобы не пропускать новые до новых встреч пока